радиосвязь на море радиосвязь на море у нас осуществляется с использованием электромагнитных волн которые распространяются вокруг нас и соответственно в зависимости от длины волны в зависимости от длины этой волны у нас и происходит дальность передачи передаваемой информации а также мощности передатчика и приемника весь диапазон у нас делен на следующие следующие части это mf диапазон hf vhf и hf которые используются значит сейчас я просто перевожу mf middle frequency hf high frequency vhf very high frequency и hf ultra high frequency на наши это как mf это длинные волны hf это короткие волны vhf very очень короткие волны и hf ультра короткие волны у кого диапазон тот который мы обычно слушаем в радио в машине эти из этих диапазонов выдраны маленькие кусочки которые отданы для морской радиосвязи в частности в vhf диапазоне это диапазон 156 163 мегагерц а из ультра короткого диапазона у кого выдран всего лишь 406 мегагерц на этом на этой частоте передаются сигналы бедствия буйов которые попадают ну то есть буйов и пирп и пирп и пирп это у нас а буй который передает координаты скажем так для передачи сигналов бедствия и для получения помощи передачи координат судно терпящего бедствия и пирп он на конкретном диапазоне кроме того мы с вами по можем пользоваться и активно используем обычную нашу сотовую связь надо ее иметь ввиду и помнить что в акваториях близких к аббатажном плавании вдоль берегов тоже можно воспользоваться сотовой связи не забывать кроме того а приемники ссб связи так называемые коротковолновые которые еще во времена советского союза использовались для связи с американцами там получение связи с товарищами других стран ввиду того что на в этом диапазоне волны распространяются очень и очень далеко так как они отражаются от ионосферой получается такой земля у нас и она сфера и волны отражаясь поверхности земли и она сферы распространяются над поверхностью земли очень на очень большие расстояния в качестве примера могу вам привести допустим на 2 мегагерцах У нас волны распространяются и можно их пронять на дистанции днём 150 миль, в ночное время 500 миль. На 4 МГц в дневное время волны не распространяются, в ночное время до 1500 миль. На 8 МГц в дневное время 700 миль, в ночное до 3000 миль. На 12 МГц в дневное время на 1500 миль, в ночное время вокруг земного шара по направлению к Солнцу. На 16 МГц в днём на 3000 миль, а по направлению к Солнцу по локальному времени до 8 часов постмиридиан. На 22 МГц вообще вокруг земного шара в дневное время. Ну то есть полностью распространяются, охватывая земной шар, в ночное время не распространяются. Ну вот такие характеристики вроде бы волны по длине волны близкие друг к другу, а в зависимости от её длины или там частоты, соответственно, дальность можно менять. Раньше эти коротковолновые приёмники, радиоприёмники, приёмопередающие, стоили бостословных денег, хорошего качества. Наши их там паяли, покупая там радиодетали. Сейчас они в доступности, в прошлое время, там ещё года 2-3 назад они стоили 1000 долларов. Сейчас у меня вот ребята были, наверное, там уже можно найти не за 500, а за 600 хорошего качества. То есть поставил такую, опять же, у себя, у своего друга дома, у себя на кораблик, и можно связываться с ним практически на определённой частоте. Спутниковые телефоны, скажем так, это уже на настоящее время ещё более доступно, скажем, спутниковый телефон Иридиум, можно купить сейчас контракт месячный, там за 700 долларов, вместе с телефоном вынешло. Там будет немного связи, но по крайней мере на месяц, с каждодневными переговорами на 3-4 минутки ежедневные связи, чтобы передать какую-то информацию, получить там даже интернет-трафик каким-то образом. Я сейчас не могу сказать про спутниковый телефон, сколько он там стоит, но какие-то передачи информации пакетным образом, непостоянные, это возможно, тоже такие денежки платятся за дополнительный интернет-трафик, и всё это работает. То есть контракт на 700 долларов ежедневный, это как раз 22-25 дней пересечения Атлантического океана, замечательный вариант связи, опять же, получения информации по погоде. Что там самое важное, передать о том, что у вас нормально, или чтобы вдруг начали какие-то поиски нас, если вдруг какие-то у нас проблемы на лодке случились. Эпирп, тот самый буль, про который мы уже чуть-чуть проговорили, Emergency Position Indicating Radio Beacon. Варианты передачи информации по ним, то есть не информации, а передачи сигналов в действие. Два. Первое, он может активироваться кнопочно, второе, он может активироваться при попадании в воду. И первая задача его передать сигнал действия, ну то есть каким образом сигнал действия. В нём зашит уже номер, номер, который присвоен радиостанции, которая привязана к яхте той или иной. И, соответственно, при попадании в воду, или при активации её вручным способом, он начинает передавать координаты точки, и именно позывной приписаны данной яхте. Спасательные службы получают этот сигнал, они уже сразу же понимают, что это за судно, которое уже там у них занесено в базу данных. Длина, название, ширина и так далее, все основные параметры. Соответственно, этот радиобуй регистрируется в стране регистрации судна, и только так. Стоит этот контракт некоторых денег, он ежегодно продлевается, оплачивается. Собственно, те, кто собирается и намеревается преодолевать, уходить далеко от берега или уйти в путешествие, немонастоятельно, конечно, рекомендуется его иметь, а может быть даже два. Такие же буки, даже маленькие, есть личные, установленные маленькие, то есть в карман суёшь, попал в воду, он передаст сигнал действия, и тебя быстро поспособят. А вот если ты находишься не совсем там далеко, в океане, что, собственно, никому и доступа не будет, чтобы тебя там... Ну, я тогда расскажу вам историю, которую год назад прочитал в интернете. Может быть, что-то упущу, но смысл такой. В Англии как раз на Ла-Манше там есть группа таких пожилых дядечек, которые имеют достаточно средств, чтобы гоняться на моторных лодках. И они там в 60 лет, уже будучи там 65-70 лет, будучи на пенсии, на этих лодочках собираются в выходной день и гоняют там по определенному маршруту, кто первый, получают адреналин, выпивают свой виски в конце. И один дядечка на своей моторной лодке то ли опаздывал на старт, то ли еще что-то такое. Одним словом, разогнался больше, чем надо, на волне его выбрасывает в воду, катер уезжает. Вот. Целый ряд причин там. Он оказался не пристегнут. У него не был пристегнут ремешок на отключение двигателя, чтобы при выпадании он мог, допустим, там через 100 метров проплыть, добраться до этого катера. Но благо у него было аж три устройства передачи сигнала в бедствие. Один из которых сломался. У него был на грудном кармане. Когда он ударился об штурвал, то есть лодка там попала на волну, он ударился об штурвал и вылетел. То есть при попадании в воду он уже достает, а там уже крошки там. Второй. Еще чего-то там. То ли намок, то ли раскрылся. Только третий, который самый простой, передавал сигнал без присос. Причем самый короткий, на три часа он был рассчитан. В основном вот эти устройства, они рассчитаны на 48 часов. Частные там, допустим, на полсуток. А это вот там на три часа. Вот самый такой последний резервный вариант. И он был принят береговыми службами. И кроме того, у него был одет спасательный костюм. Так называемый... Забыл название. Но смысл такой. Эти спасательные костюмы, они герметичны, хорошо держат тепло. Вот. И как раз в них можно находиться в воде достаточно долгое время. В общем, он проболтался в воде. В холодных водах вот этого от Ла-Манша. Два или там около трех часов его нашли и спасли. И, собственно, без последствий у него даже не было переохлаждения. Он только-только в это время начал немножечко охлаждаться. Как бы это... То есть вытащили, виски дали, там чай напоили и, собственно, это... Поэтому такие буи, конечно, неплохо иметь. А наши в Северной Моя, да? Там Кагавария, там вода с вечной, появилась... Нет, в этих костюмах можно долго находиться. Я вот как раз в этом году ездил в Питер. Как раз в училище Макарова. Вот там проходил курсы выживания. Меня обязали дополнительно пройти. И как раз нам про эти костюмы там расскажем. И нюансы не помню. Но смысл такой, что при температуре 0, плюс 5 градусов в нем можно продержаться то ли полтора, то ли два часа в воде. И не замерзнуть. На детали, да? А, на детали. Да. А здесь замочишься. Потому что помощь одевается герметичный. Герметичный, там, с подставкой на шею. То есть, чтобы ты был в таком положении. Как 20 тысяч долларов случится. Капитан Светланика, когда его изучали на металл Капитанского, да, он говорил, что я располагаю, там, типа, 20 лет, и у меня не было ни одной аварии. Ну, расслабился, как понимаешь? Это идеи, да? Ну, это же еще нет. Расслабился. Они все вот как раз расслабляются, да, и в итоге, тем более, ему сказали, ледовая обстановка там, да, могут быть айсберги. Там над ним этот радар, он не может сидит там, наблюдать, смотрит. Ну, ладно. Это лирика. Идем дальше. Наша ВИЧФ радиостанция передает сигналы и принимает только на прямой видимости. Соответственно, чем выше у нас мачта, тем дальше, а так как у нас на топе мачты эта антенна находится, тем дальше может передаваться этот сигнал. Кроме того, из-за изгиба поверхности земли, но так как сигнал передается по прямой, то если с другой стороны у нас изгибы, да, поверхности земли, у нас есть яхта с такой же антенкой, то дальность может быть увеличена. Или там вышка станет, там, или иди, естественно, дальность. Приблизительная дальность такой вот связи у нас составляет порядком 20 миль в общей сложности. Это у нас стационарная радиостанция, вот той вот. Есть еще носимые радиостанции. Да, кстати, отмечу, что мощность той радиостанции стандартная практически для всех 25 ватт. То есть, мощность носимой радиостанции максимальная сейчас, ну, чтобы голову не пробивал радиосеренал там, да, чтобы было более-менее комфортно передавать, дистанция, она порядка 5 ватт. То есть, в 5 раз меньше. Там у нас дальность 20 миль, здесь дальность максимальная, там, 5 миль, максимальная по прямой видимости, без всяких помех, а так в среднем 3-4 мили. Ну, тоже хорошо, почти там, 7-8 километров, да. Также здесь есть возможность изменять мощность сигнала, точно так же, как и там. Там нам смысла изменять нет, у нас мощные аккумуляторы, да, хотя, может, если где-то идем в океане, там, в Атлантической, для того, чтобы беречь энергию, может, есть смысл уменьшить мощность, чтобы нам могли передавать какие-то, какую-то информацию в ближайшие корабли, в ближайшие акватории. Что у нас здесь есть, на что? Что нам нужно знать для того, чтобы работать с радиостанцией? Первое, это то, что мы всегда должны включать наши радиостанции на 16-м канале. Это установленный канал связи для всех судов, для того, чтобы можно было связаться в любой момент с близко находящимся к тебе судом. Это установленное умолчание? Ее настраивать нужно. В принципе, они по умолчанию почти всегда ставятся на 16-й канал, но вручную можно его вывести из 16-го канала на другой, если есть память сохранения, то он может отключаться необязательно на 16-м канале. То есть, допустим, надо с вами связаться с соседним судном, ну, или, скажем, с друзьями, с которыми мы вышли параллельно идем. У нас всегда должно стоить, всегда, как я уже сказал, радиостанции находятся на 16-м канале, так же, как у них. Мы с ними связываемся, говорим там, яхта там мечта, яхта мечта, а эта яхта такая-то, яхта дрин. Две мечты получилось. Есть там, допустим, срочная информация, давайте перейдем на, условно, там, 68-й канал. Раз переходим на 68-й канал, чтобы не засорять основной канал, потому что 16-м, все окружающие суда будут слышать ваш переговор, но это бог с ним, чтобы услышать и слушать. Дело в том, что вы займете канал, когда может потребоваться кому-то передать какую-то важную информацию. Поэтому мы договорились перейти, переходим на 68-й канал и начинаем переговоры. Обговорили все, что нам нужно там, куда мы движемся, какая погода, все, что нам необходимо, и говорим отбой, возвращаемся на 16-й канал. И опять перешли на 16-й канал, чтобы слушать другие суда. Переключение канала здесь осуществляется вручной. Клавиша есть, да, можно спокойно нажимать ее, переходить. Вот тут есть 16-9, это канал всегда будет возвращаться на 16-й канал с предыдущего канала и назад можно будет. Допустим, мы с вами установили 68-й канал и он будет с 16-го, ну, 18-й канал, с 16-го на 18-й, последний канал, который мы вводили, будет перескакивать, чтобы нам не уплотнить карты на нас. Такая же функция есть и здесь. с 16-го на 18-й, то есть мы можем изменить канал, и он будет точно так же перескакивать с последнего канала, с последнего канала, введенного на предыдущий. передавать сигналы, то есть информацию. Когда мы передаем информацию, мы с вами нажимаем так называемую тангенту, потому что у нас здесь сигнал передается только на одной частоте и принимается. Как это называется? Не помнишь? Симплексный режим. Симплексный. Есть дуплексный, когда вот дуплексный режим у нас с вами по сотового телефона, а здесь симплексный режим. То есть, когда мы нажимаем тангенту, то можем только говорить. Когда мы отпускаем, мы принимаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот сейчас, если оттуда будут говорить на этом же канале, то, собственно, мы не услышим. Потом мы отпускаем этот тангенту и слушаем, слушаем, что говорят здесь. У нас вот эта тангента, здесь вот на верху, мы ее нажимаем и будем то же самое говорить, чтобы здесь услышали. Так, дальше. Кроме того, у нас есть так называемая ручка сквелш, регулятор сквелш, когда мы устраняем помехи. То есть, есть возможность увеличить, уменьшить помехи, уменьшить помехи, но тем самым уменьшить... Господи, как она называется? Сейчас. Перегрев уже пошел. Скажем так, в эфире очень много помех, которые нам мешают принимать сигнал. Уменьшая эти помехи, мы уменьшаем чувствительность. То есть, для того, чтобы увеличить ручку сквелш, мы можем увеличить чувствительность приема, но помехи будет больше. И наоборот. Вот эта ручка у нас сквелш. Я чувствительность увеличил, но мы получаем помехи. Соответственно, возвратив ее немножечко назад, на самую грань приема, мы получаем тот самый оптимум, когда и помех минимум, и чувствительность максимальная. Громкость, понятно, можно увеличить, уменьшить громкость просто сигналом. То есть, микрофона и телефона. и самое важное, что у нас здесь есть, это возможность передачи сигнала бедствия при помощи нажатия одной единственной клавиши. Вот она здесь закрыта, без стресс. Здесь она открывается, нажимается, держится три секунды. У нас начнет передаваться сигнал бедствия. Да, здесь тоже самое, вот эта клавиша без стресса, она закрыта, чтобы случайно ее нельзя было лажать. Та же самая клавиша, кнопочка, на которую мы нажимаем, и будет передаваться сигнал бедствия. сигнал бедствия, вот этот вот канал зарезервирован под 70-й канал, он закрыт, то есть мы не сможем, мы можем здесь набрать этот 70-й канал, но никакую информацию по нему мы не сможем передать, потому что он уже привязан к этому сигналу для передачи цифрового сигнала, цифрового сигнала. Он так и называется DSDSC, Digital Selective Calling. Цифровой избирательный вызов в переводе на наш. Цифровой избирательный вызов. После того, как мы нажали кнопочку Distress, вот эту вот, мы переходим в меню, как здесь, так и там, на котором нам высветится исчерпывающий список того, что у нас может произойти на судне, ради чего мы будем подавать, из-за чего мы будем подавать сигнал бедствия. Синькин, линькин, дизайбл, абандонинь, пираси, моб, файр, флудинг, коллежин, граундинг. Соответственно, мы выбираем селектом, вот эту вот, вверх-вниз, нужную нам позицию, нажимаем Yes, и он передает, что у нас произошло, вместе с нашими координатами на станции, береговые станции, которые готовы к нам прийти на помощь. Да. В аэроси, отличный сигнал. Да. разберем каждый чуть-чуть, чтобы можно было... Я открываю, нажимаю и секунду и появляется менюшка. Менюшка, Синькин. Если плохо заболел. Тонем. Листинг. Долго, кстати, не мог найти перевод этого слова. Листинг, лист, из тех, куда они залежут, даже морские, это нигде. Недавно один мой ученик, когда я тоже говорил, да не знаю, вот и убейте, тоже хоть это... Он мне... Я нашел, листинг, это крен, полученный, запредельный крен, из-за которого судно тонет. Как раз тот самый, который получил у вас в Костоконкорде. Ну, у нас этот крен практически запредельным не может быть, потому что он максимально потом мы возвращаемся. Но все равно какие-то суда могут получить листинг тот самый. Disabled, да, неуправляемый, неуправляемое судно, то, что мы с вами говорили, это перворуля, двигатель высшего устроя. Abandoned, покидание судна, то есть мы покидаем судню на плод спасателей. Piracy, понятно, переводить не надо. Пираты, пираты, моп, тоже, наверное, переводить не нужно, забортовым. Fire, огонь, пламя, да, гарем, including, затопление, collision, столкновение, ground, посадка на мель. Приземление. Вот, исчерпывающий список, других, другого нет, выбираем, что ближе всего к нам. В принципе, тот же самый список, приблизительно тот же, за исключением каких-то, влево-вправо, мы будем с вами передавать, когда, если будем передавать сигнал бедствия, при помощи голосового сообщения, то есть не надо придумывать там много слов, захлебывать, что у нас, лучше сказать кратко, горим, значит, fire, пираты на нас напали, значит, piracy, чем меньше будет такой вот много словесной информации, тем будет проще касательно службы определиться, что у нас произошло. Опять же, вот, относительно этого канала DSC, рация должна быть зарегистрирована и иметь позывной, привязанный, ну, то есть позывной номер ММСА, международный позывной, соответственно, эти радиостанции должны быть зарегистрированы в специальных органах того или иного государства, к которому прописана яка. Вот эта вот брошюрка у нас сразу иностранная, они тут рассказывают только о БУЕ-ЕПИРП своей системы, инмарсат, как я уже сказал, которая передает сигнал-бейцы на 406 мегагерцах. Однако, есть еще российские, ну, переданные советских времен, системы ЕПИРП, те же самые, КАСПАССАРСАТ, так вот, 2187 килогерц, КАСПАССАРСАТ, так вот, что интересно, посмотрите, тут как раз сравнительная характеристика, иностранные системы, передаваемые через инмарсат, у них дальность обнаружения, а вот здесь инмарсат, вот, время работы и тех, и других 48 часов, по КАСПАССАРСАТ у нас обнаружение происходит полтора-два часа, а по системе инмарсат 2-5 минут, однако, однако, наши, наши системы, КАСПАССАРСАТ, устанавливают точность нахождения в пределах кабельтовых, 5-6 кабельтовых, в то время, как инмарсат определяет радиус нахождения в порядке 5-10 миль морских, то есть, получается, они очень быстро, но радиус большой, у нас подольше, но зато точно, а разница в чем, почему это происходит, инмарсат, это у нас спутниковая система расположена на геостационарной орбите, а у нас летают, спутники летают по эллиптическим орбитам, поэтому пока один спутник прошел, второй пролетел через некоторое время, поэтому получается задержка, а у них, так как действительно геостационарная орбите, точность вычисления, ну то есть, спутники находятся на одной линии, она не точная, зато очень быстро определяют, так как глобальность покрытия значительно больше, чем спутники, которые летают по эллиптическим орбитам. получается иметь два вообще класса. Один тебе сказал радиус, другой быстро вычислил где-то и так, буй, попав в воду, активированный одним из способов, который я назвал, передает сигнал на спутник, спутник передает на ближайшую станцию земную, наземную, а она уже передает на службы спасения, на специальные подразделения, которые, либо на корабли, которые находятся поблизости, поблизости места, с которым был передан сигнал бедствия. Такая стенка. Так, теперь, самое важное, не могу сказать самое важное, важное из нашего занятия, как передавать сигнал бедствия, его структура. если мы приняли решение, что нам надо передать сигнал бедствия, а именно мы у нас на судне произошли, произошло приблизительно одно из этих событий, то есть, когда обстоятельства складываются таким образом, что мы уже не в состоянии самостоятельно решить наши проблемы, нам требуется реальная помощь. Либо судно тонет, и мы по каким-то обстоятельствам получили какие-то проблемы на судне, с людьми проблема, они гигнут, там, скажем, чайный запортов он может спасти, или его состояние такое, медицинское, с вашей точки зрения, что он вот-вот может там бросить концы, да, то есть, требуется. то тогда мы подаем сигнал бедствия. Сигнал бедствия подается следующим номером. Три раза мы с вами кричим, почти говорим в эфире на 16-ом канале Mayday, Mayday, Mayday. Майский день. Сто лет назад некая девушка из американской спасательной службы, когда они сидели и раздумывали, а какой же сигнал придумать для передачи сигнала в бедствия, она говорит, вот, майский день никогда нигде никем не использовался. Хорошо звучит, запоминается, легко. Пусть будет майский день. Все так говорят, да, классно. То есть, просто звуки-барахты было принято никем. Продолжение перерыва, когда он случился. Причем, да? Ни при чем, но запомнил, запоминается. Майский день. Mayday, 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 this is your такая-то, this is your беда, this is your беда. Значит, три раза говорим название судна. Потом еще раз, майский день, название судна. Итак, mayday, 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 this is your беда, this is your беда, this is your беда. Опять, mayday, this is your беда. Почему так? Да потому что тот специалист, который принимает сигнал бедствия, он не сидит постоянно в своей радиостанции, не смотрит или не слушает. Он пошел в туалет, у него включена на громкую связь, пошел себе кофе налить, пошел покурить сигаретку на балкон или в этот. И вот, когда он услышит там где-то что-то хрипящее, там, mayday, 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 он может устыть, подойти, сесть, там включить диктофон, там взять микрофон, сосредоточиться, допить чашечку кофе и сказать yes, I'm listening, да. Вот. И он начинает общаться, то есть, чтобы ему тоже дать время, чтобы он успел сопровождать, что ему надо заниматься своими профессиональными делами. После чего мы передаем свой позывной, если он есть, и и дальше говорим наши координаты. Координаты наши, которые у нас могут быть взяты с радиостанции, если у нее есть встроенный GPS с одной или с другой, с GPS чарт-плотера, может у вас телефон есть программа, аппаратминит, координат, замечательно, это все у нас перед глазами, но вдруг у нас ничего не работает, питание у нас отключилось два часа назад, а мы не заметили, аккумуляторы сели, чик, а GPS ничего не показывает, координат нет. Тогда мы берем пеленгатор, карту достаем, вспоминаем наши навыки, записываем координаты и передаем наши координаты. Как вариант, если у нас вообще никаких координат нет, или мы растерялись, не знаем, что делать, паника, мы можем сказать, хотя бы приблизительно наше местонахождение, а именно, мы, допустим, находимся на севере от острова Родос, между островом Родос и Мармаресом. Это уже какая-то информация для спасательных служб, для того, чтобы где нас искать. после чего мы говорим, ну, объясняем, что у нас случилось, кратенько, желательно, не вдаваясь в подробности, если им потребуется подробность, они вас расспросят, то для начала вот эту информацию говорим количество человек на судне, может быть, другую полезную им информацию, какая помощь требуется от спасательных служб, то есть в данном случае, если мы говорим, что у нас фаер, в первую очередь требуется пожарный катер, вот, если у нас человек за бортом, то служба, который, может быть, вертолет, который умеет заниматься спасанием с воды, катера специальные, если у нас там обморожение или еще что-то, то могут врача вызывать, если мы сели на мель, то там могут быть катера, которые могут сдернуть, там, которые могут создать какие-то плавающие, дополнительные понтончики, чтобы яхту сохранить, там, и так далее, то есть, они уже примут, как бы, или мы можем попросить дополнительно, ну, разъяснив ситуацию, что нам требуется. В конце мы говорим over, это говорит о том, что мы сказали приемку, вот, после того, как вас расспросят по нескольку раз еще по этим вопросам, в конце связи, когда вас поняли, и вы поняли, вы друг другу, неважно, в какой последовательности каждый скажет out, это конец связи, они говорят out, и вы говорите out, если вам все понятно, если вам непонятно, вы говорите over, прием, и опять пытаетесь выяснить ситуацию, разъяснив то, что или хотите, или от вас пытаются взять информацию, которая необходима по этому случаю. Это у нас Mayday. Итак, Mayday три раза, название лодки раз. Mayday, название лодки три раза, Mayday разочек, название лодки один раз. Позывной код лодки, позывной код радиостанции, одно и то же. Дальше, координаты наши передаем, после чего говорим, что у нас случилось на борту, называем количество пассажиров на борту, какая требуется помощь, и говорим под конец over, в конце передачи говорим out. Кроме того, есть еще дополнительные сигналы, так называемый пан-пан. Это когда у нас не грозит катастрофой или там затоплением кораблю, или не грозит полной гибелью какому-то члену экипажа, а есть некая потребность в помощи. Это может быть специалистов типа медиков, там кто-то как у меня сломал руку, у нас он не умирает. На данный момент последнее, что ему грозит, это отрежут руку. Если там много переломов, начнется заражение, мы ему отрежем, замотаем, ну все, спиртом и все будет хорошо. А так помощь требуется, чтобы оказать помощь, и чтобы спасти руку человеку. Поэтому мы вызываем медика, говорим, что у нас перелом, у нас нет специалиста, и нам вышли медика, чтобы ему оказать помощь, снять его с дворка. Пан-пан-пан, пан-пан, пан-пан, пан-пан. То же самое. Ол-стейшн, если это не обязательно говорить, на 16-м канале это все будет услышано в основном. И далее, опять же, можно повторить, пан-пан, this is your, такая-то, коллсайн, то есть позывной. И то же самое, передаем координаты нашего судна, что случилось, количество человек на борту. Можно передать, можно это, уже информация там будет взаимодействовать со спасателями службой. Овер в конце, если все, все друг друга услышали, то каут в самом конце. И сигнал безопасности, сейфиты, достаточно часто передают эти здесь сигналы, секретэ, секретэ, секретэ. Это сигналы безопасности, они связаны чаще всего с передачей погодных условий, с передачей прогнозов погоды или предупреждениях, ажтормовых предупреждений. То есть на нашем журналистом канале мы с вами можем услышать секретэ, 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 где будет сказано, что в таком-то регионе может быть усиление ветра при штормовое предупреждение. То есть на этом, на 16-м канале у нас выходят специальные службы, чтобы передать эту информацию. Мы ее принимаем к своему сведению. и последнее у нас из этого нашего с вами курса кратенького то, что специальные слова, которые желательно использовать во время радиосвязи. мы с вами как я уже сказал, говорим оуэр, когда идет прием. То есть неясной информацией до конца мы не выяснили и ждем какого-то пояснения и ответа. В конце мы говорим аут. Роджер, это у нас все понятно, мы все поняли и нам больше никакую информацию дополнить надо. Affirmative. Да, yes. Negative. No. На самом деле можно смело, если вы забыли affirmative, говорить yes. Если negative, no. И кто вас за это ругать не будет. Ну, в профессиональной среде принято говорить у профессиональных моряков, радистов вот этими фразами. Say again. Понятно. Повторите. Снова. Опять же, если вы скажете repeat, никаких проблем не будет. This is... Ну, это мы уже говорили с вами. Wait. Подождите. Должны сделать паузу в вашем обращении. Сказать по буквам. Это то, что мы говорим, кто когда не расслышали, то мы начинаем имена собственные называть. Костя, Игорь, Сергей, Саша. Когда мы хотим по первым буквам, здесь мы говорим I spell и используем специальный алфавит. точно так же как специальный алфавит. Такой, как мы уже смотрели с вами в юридических основах мореплавания, соответствующие флаги называются этими же буквами. Альфа, Браво, Чарли, Дельта, Эхо, Фокстрот, Гольф, Хоутел, Индия. Но это же используется и фронт станция. Да. Я не знал, почему они делают. Я сам придумал. Ифо Эльго. Джулиет, Кила, Лима, Майк, Новэмба, Оскар, Папа, Квыбек, Ромео, Сьера, Танго, Юниформ, Виктор, Виски, Икс-Рей, Янки, Зуму, Альфа, Браво, Чарли, Дельта, Экстра, Фокстрот, Гольф, Гольф, и так далее. То есть мы по первым буквам называем вот эти. Если выйдем этот алфавит знаете, это, конечно, круто. Вы уже настоящие практически моря, я вам легко запомню. Также, кстати, береговые службы, когда мы входим в порт, могут вас подколоть на знания этих букв. Вам скажут «Пантон Папа». И ты такой «И чего за понтон? Какой понтон?» Они вас решили подколоть на знания. Это часто такое бывает. Соответственно, «Папа» это у нас какая буква? «Пи». «Пи» по-нашему. «Папа». «Пи». Точно так же «Пантон Кио». Какие там килограммы? Черт его знает. «Пи». Очень часто, ну как часто, вот как раз когда передаются сигналы бедствия, береговые службы, береговые службы или другие соседние корабли, когда начинают какое-то общение в это же время, они могут сказать «Сайланс!» «Си-лонс!» «Си-лонс!» «Сайланс!» «Тишина в эфире, всем закрутся, всем молчать, никого никаких переговоров, потому что здесь передают сигнал бедствия, а вы тут лезете за свои ерунды. У нас тут серьезные вещи, люди там...» «Вы там много с вами подумали, что эти места...» «Поэтому «Сайланс!» услышали, да... Кстати, в... в этом... весной я здесь слышал на 16-м канале возле Родуса судно терпело бедствия. Очень интересно было послушать переговоры на всех береговых службах, они там много-много раз переспрашивали, все разъясняли, у них там с двигателем случилась проблема, их несло на мель, и вот там все, сколько людей там, ну, все, все, в принципе, по структуре, которую я вам сейчас рассказал, все это было реально, слушал, не знаю, в тот момент мне надо было еще управлять лодкой, что-то я тут как-то был занят, мне некогда было поставить на запись, чтобы это было потом продемонстрировать. Вот оно растянулось еще на очень долгое время, поэтому там невозможно было все записать, то есть отрывочные такие переговоры, они там занимались спасанием службы, спасением судна, сам экипаж, поэтому отрывались, их периодически переспрашивали, каждые там 20-30 минут, в общем, пока к ним подошло спасение, так полношу, не меньше часа прошло, службы подъехали, потому что в течение часа какие-то там были переговоры, вот эти вот, и там, что и как. лучше терять двигатель подальше от мере, чтобы было время на подход к мере. Да, кстати, да, мы уже, наверное, с сегодняшнего дня начнем эти тренировочки, да, думайте, по двигателям, амперически буду говорить, отказ двигателя тренировочный, мы должны будем быстро поставить парус или принять решение на отдачу якоря, да, если вдруг такая необходимость возникнет. Собственно, да, это возможно, главное не теряться. Если ветер есть какой-то, у нас есть с вами такой двигатель, который ни у кого другого нет. Поставили парус, нужный галл взяли и ушли, куда нам нужно, куда потребуется, под парусом. Главное не растеряться и быстро это сделать. А Марины слушают Шестнадцатый канал? Или там вот, смотри, как канал они слушают? Еще раз, Марина слушает Шестнадцатый канал? Да, конечно, конечно. При входе в Марины, особенно, ну, в Марины их мало, как вот здесь, да, их мало, мало радиосвязи, а порты-порты в портах, в серьезных портах, как на Тиммаринах, порт там Фетхи, Гёчи, там, Бодрум, там, да и других, там, везде, где есть, где-то, мы можем в луции посмотреть, в луции самые верхние строчки, координаты указаны и как связаться с службами, портовыми службами. Чаще всего это шестой, девятый или двенадцатый канал. Они такие вот, каналы там выбирают, чаще всего бывают. Вот, по ним мы как раз связываемся. Кстати, как связываемся? При заходе в порт, который мы называем порт, в который мы зашли, допустим, Нецель-Марина, вот ты говорим, три раза, Нецель-Марина, нецель-Марина, нецель-Марина. Нецель-Марина. Здесьrios еды время. Здесь behaviour existём. Thisrios еды время. Можно ещё раз как-ка. Нецель-Марина, здесь сним密 Crime. После этого вы либо Либо оверговорите, поняв слышали вас, мы его слышали. Либо тут же, после этого сообщения, говорите, что вам нужно. Но чаще всего это есть это. I need docking tonight. Я нужна из стоянки на ночь. Я хочу остановиться. Ну там в любой последовательности, кто как привык. Mooring, docking, the place, bells. Ну что угодно там можете сказать. На какой период вас запросят, чаще всего спросят. Какой длины ваша яхта. Они будут просто полагать, ну то есть, куда вас лучше поставить. И в метрах, и в футах. Лучше узнать и то, и то. Иногда скажут в футах, иногда в метрах переспросят. Там кто-то привык одно, кто-то другое. Некоторые даже не могут футы пересчитать в метрах. То есть я сталкивался здесь, думаю, сколько работают. И никак не могут сообразить это. Сколько в метрах? Одним словом, кто-то, другое надо знать. И они подыскивают место. Черьмо, да? Ширину редко спрашивают. Ширина и длина, они уже в момент, когда считают стоимость стоянки. Там они берут это как по площади. Попросят документы. Если КАТ придет, скажи длину, а... А КАТ спросит ширину. Но они, ты же говоришь, йод, или КАТ-КАТ, или Катамаран, да? То есть сразу же станет. Они-то уже, наверное, спросят длину и ширину, однозначно. Потому что КАТа-то уже, да, совсем другая дистанция крепится. Кроме того, они чаще всего, чаще всего, они скажут, стойте у входа. Ждите вас встретить. Или Динги, Динги там подойдет. Выезжает Динги, что интересно, оно проезжает мимо вас, подлежает корме, читает название. Ага, совпало. После этого они с вами начинают общаться. Потому что на подиуме может быть несколько яхт. Все ожидают своей очереди. И в какой пособице они принимали, там, есть береговая служба, сидит там. Специалист, который определяет, куда поставить, там, шахматная доска. И говорит это. И, соответственно, этим Динги там, они говорят, встретите яхту такую-то, приведите на место такое-то. Вот вас встречают на Динги. Вы за этой динги едите в Марине, там, в узком месте, там. За ней определяетесь, как вам зайти, кормой или носом, где чего. Обычно эти маринеры на Динги хорошо соображают, откуда ветер, где подставить Динги, где нос поджать, где подтолкнуть Динги. Соответственно, Динги резиновая. У меня последствий лодки нет, поэтому все их действия чаще всего очень профессиональны и в тему. В тему, да. Нужных проблем не бывает. Тут год назад у меня сломался, оборвался трос включения передачи. Как раз на швартовке зашли в марины, в узисти. Вот. И чирк-чирк, а ничего не работает. А яхту ветром несет. Вот. Ну, команда была. Я быстро взял управление на себя. Хоть как-то там что-то пером-гуля подработал. И тут же всю команду направил с кранцами на борт, которые нас должны было прижать. Динги это быстро увидели, которые сопровождали нас. Он объехал с другой стороны, подтолкнул нас носом, отжал. И дальше, толкая носом, нас затолкнул куда она. Хорошо это в Марморесе было. Я за два часа съездил. И не поздно вечером купил новый тросик. Поставил тросик. Через два часа все было. Понятно. Когда я придергивал, он трасс. Че сгинание? Вот. Вопросы. На самом деле, поверьте, я вам вот из этой вот изложил практически курс ГМССБ за три недели. Если вы здесь откроете, вы тут увидите только бестолковую информацию о дальности, что дальность связи с вертолетом 30 миль, с кораблем 5 миль, которая вам это никакой дополнительной информации не даст. Там. О том, как устроен приемник, программа, настройка устройства, список принятых сообщений. Список принятых сообщений мы уже с вами прошли. То есть, вот все, что необходимо, в сжатом виде, оно у вас есть. Все остальное реально не нужно. Я вам, как специалист по радиосъезду, помогу с уверенностью на сто процентов сказать, потому что я эту книжку смотрел, изучал, сам курс этот проходил. Вот если вы восприняете все, что я вам сказал, это вам достаточно. Кроме того, мы сейчас сегодня еще тестик пройдем на эту тему. Там появятся некие вопросы, которые мы ответим. Вы ответите, а что не ответите, самостоятельно еще потом разберем. Станет ясно, на что обратить внимание вам особенно по этому курсу. Вопросы? Отлично.